Скорая спешит на помощь, а потом получает штраф из-за дорожных нарушений и все равно часто опаздывает на вызовы. Врачи Тарасской станции скорой помощи не успевают следовать нормативам из-за нехватки техники и кадров. Медики говорят, данные о количестве жителей не обновлялись около двух лет, а население города растет, а вот число бригад остается прежним. С какими же еще проблемами приходится сталкиваться врачам не от ложки, узнали наши корреспонденты. Спецбригада на реанимобиле отправляется на вызов. На одной из городских улиц сгорит жилой дом, возможно есть пострадавшие. По нормативам добраться до места они должны в течение пяти минут. Водитель с 11-летним стажем мчится, что называется, на всех парах, но на пути его ждет масса проблемных ситуаций. Много водителей частных машин. Скорую помощь не уступает дорогу. Сирену не слышат, но не дают дорогу они. Мы нарушаем, как говорится, сплошную линию. Стараемся не нарушать, но нарушаем. Немного не уложились по времени, но, к счастью, все остались живы. Помощь медиков потребовалась только одной женщине. У нее случился нервный срыв. Сороль 76, пульс 64. Сейчас мы ее введем в гурбольницу, так как у нее нервный стресс на фоне того, что у нее сгорел дом. Давление высокое. Женщина страдает сахарным диабетом. Перенесла один раз инфаркт. После о ней позаботятся врачи городской больницы, а бригада снова готовится к выезду. На этом экране видно, сколько еще людей ждут первой помощи. И так каждый вечер, говорят руководители станции. За сутки на пульт диспетчером поступает до 800 вызовов. 40 бригад не всегда справляются с такой нагрузкой. У нас один санитарный автотранспорт положен на 10 тысяч населения. Население города Айрес составляет 410-499 тысяч. С шести вечера и до двух ночи за час могут поступать до 100-110 вызовов. А бригад 40. Поэтому у нас опоздание и не успевает наша бригада обслушивать. Но как-то приходится справляться, говорят медики, ведь требования остаются прежними. Исследовать им ради спасения жизни людей святая обязанность людей в белых халатах. Впрочем, современные средства связи и навигации, которые используют бригады не от ложки, экономят время. Но все же обновления данных о количестве жителей города здесь ждут с особенным нетерпением. Дарья Визавая, Тимур Силханбух и Джан Бапаев, Тарас.